Чтобы избежать эпидемии гриппа в нашем районе, уже несколько лет подряд проводится массовая вакцинация, которая позволяет снизить среди населения уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в осенне-зимний период. В следующем сюжете мы расскажем, где можно сделать прививку от гриппа. Рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями приходится, как правило, на осеннее и зимнее время. И если прививки от обычной ОРВИ не существует, так как причиной заболевания может стать один из 200 типов вирусов и от каждого вакцинировать невозможно, то прививка от гриппа, заболевание более опасного и протекающего более тяжело, есть. Противогриппозные вакцины абсолютно безопасны, снижают вероятность заболевания тяжелой вирусной инфекции на 90-98%. Прививаться необходимо всем, особенно тем, кто находится в зоне риска. Это пожилые граждане, дети, беременные женщины, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Вакцинироваться необходимо до начала эпидемии, то есть в октябре-ноябре. Грипп, как вирусная инфекция, опасен своими осложнениями, которые он дает на различные системы организма. Это нервная система, энцефалиты, со стороны сердца очень часто осложнения миокардиты, что в последующем уже проявляется нарушением ритма, в том числе жизнеугрожающими, сердечная недостаточность тоже, что беспокоит пациентов, нарушение также давления. По желудочно-кишечной системе, то есть со всех систем бывают осложнения. Чтобы их избежать и не было потом проблем у человека, необходимо вакцинироваться. Вакцинация, чем она эффективна? Пациент вакцинировался, то есть он в последующем, если сталкивается с этим вирусом организм, он уже будет готов дать ему отвор. То есть это риски осложнения, они снижаются. И если пациент заболевает гриппом, то это в легкой форме. То есть он сам себя защищает, чтобы не было никаких осложнений. Привиться можно совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства, но предварительно посетить терапевта, так как любая прививка делается только при условии, что человек здоров. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа События.